Мое почтение, я Александр Михельсон, продолжаю между съемками тест-драйвов следить за самыми интересными событиями в мире автомобилей, как на мировом рынке, так и на российском, естественно. Ну и, пожалуй, одно из самых интересных, это очередной, как бы, российский проект, который называется «Электромобиль Атом», который, вуаля, тоже оказывается практически полностью китайским. Есть еще, конечно, событие, крайне интересное, например, повышение утильсбора, которое, очевидно, повлияет уже в самое ближайшее время на рост цен на автомобиле, но о нем, я думаю, надо делать отдельное видео. Возвращаясь к этому, это проект, который мне очень сильно напоминает, наверное, помните, знаменитый «Е-мобиль», печально знаменитый, я бы сказал, «Е-мобиль». На тот момент, это было лет 10 уже назад, помните, какой хайп колоссальный был вокруг этого «Е-мобиля». Правительству нужно было показать инновационность российской экономики, и за это дело назначили ответственным олигарха Прохорова, который вот больше двух метров, то ростом, помните. И появился проект «Е-мобиля», но подчеркиваю, всегда тут нужно делать приставку «Проект», потому что уж какого только хайпа там не было. И возили журналистов, и пресс-конференции, и почившего уже Владимира Вольфовича Жириновского катали на этом автомобиле, ну, на прототипе автомобиля, и даже возили там буквально из папье-маши какой-то очередной вариант дизайна на какой-то из европейских автосалонов. Тогда они еще были, то ли в Париж, то ли в Женеву. В общем, денег было на маркетинг потрачено колоссальное количество, а никакого «Е-мобиля» не получилось, потому что они в одном из заявлений там сказали, «Мы создадим супер-инновационный автомобиль чуть ли не круче Мерседеса». Но Мерседес – это более чем 100 лет инженерной истории. Это иногда автомобильные шедевры, созданные инженерами этой компании, этой компании, я не знаю, BMW, Audi, а тут вдруг хоп, и какой-то там «Е-мобиль» стартап, полный, нулевой стартап, вдруг сделает автомобиль круче Мерседеса. Ну, понятно, что это все рассказы для бедных, и вот Атом этот мне сильно напоминает тему с «Е-мобилем». Уж извините, и давайте я сейчас расскажу, в чем тут дело. Ну, а дело-то в том, что, по сути, после долгих-долгих, наверное, больше года рассказов про то, что это российский проект, и его там разрабатывает дочка КамАЗа и так далее, вдруг нам сообщают, что этот автомобиль будут производить в Китае. Правда, тут не совсем понятно, в том числе в Китае, потому что было до этого заявление, что все-таки в конце 25-го года его начнут производить на «Москвиче», где сейчас производятся с переклеенными шильдиками модели тоже китайские «Джак». Но этот проект, он преподносится именно как российский проект, российская разработка, в который инвестируют 2 миллиарда рублей. Ну, про эти 2 миллиарда тоже чуть позже. Так вот, прежде чем про сам автомобиль, и почему это, в общем, тоже будет стопроцентная китайщина, я хочу сказать, что я ни в коем случае не радуюсь этому, я не злорадствую этому, потому что, ну, знаете, обидно просто. Вот 20 с лишним лет как бы строили российский автопром, а потом уходит Рено, и АвтоВАЗ встает. Все. И АвтоВАЗ, вот у меня есть видео по поводу новой «Лада Искра», которую продолжают делать после всего этого на платформе B0, реновской платформе. Ну, там все официально, Рено разрешило использовать эту платформу АвтоВАЗу. Так вот, в данном случае, с моей стороны, это ни в коем случае не злорадство какое-то, не попытка там как-то погреться на этой теме. Это скорее обидно, что вот так происходит, что так и не дали ума вот этим всем платформам, этому всему как бы технологическому развитию. А с другой стороны, с другой стороны, чисто по-человечески, я думаю, многие из вас тоже прекрасно меня поймут и также думают, неприятно, что тебя держат за дурочка. Вот неприятно, понимаете? Но зачем рассказывать про все вот это в течение года, про все это вот мы сейчас, то мы сейчас это? Но там всегда перед этими всеми цифрами стоит возможно, наверное, как бы и все эти новости про этот атом, они в будущем. Это вот у нас проблема новостей в будущем постоянная. А тут же, может, будет 500 километров пробег, а может, не будет. А может, скажут, ну не смогла я, 300 будет или 100 километров. Ну, в общем, это все, я говорю, в будущем и непонятно будет или нет. И машина запустится, напомню, только в конце 2005 года. Но зачем это все? Зачем вы людей держите за недоумков каких-то? Ну, всем же понятно, что невозможно стартап в этой глобальной экономике без базы, без неумения, вернее, с неумением делать те же батареи элементарно для электромобилей. Ну, зачем вы рассказываете, что это вот оригинальный, российский там и так далее и тому подобное. И еще один момент про 2 миллиарда. А может быть просто за эти 2 миллиарда купить платформу и на ней начать делать какой-то автомобиль. Автоваз, вспомните, Автоваз ровно таким образом появился. Просто купили у итальянцев этот завод, Fiat, и начали делать Жигули на нем. И прекрасно, и на тот момент это были классные автомобили, но я думаю, что практически мирового уровня. Более того, наши инженеры их дорабатывали и делали лучше. Но факт, что мешает сейчас? Две причины, я думаю, вот напишите в комментах, согласны вы со мной или нет. Первая причина, 2 миллиарда не хочется китайцам просто так отдать. То есть как-то хочется этими двумя миллиардами, видимо, порулить. Ну и дальше там, в общем, думайте сами, что может происходить. Второй момент, это мои предположения, безусловно. Второй момент, но он тоже имеет право на жизнь. А может быть китайцы не хотят продавать платформу. Может быть им выгоднее просто постоянно, чтобы от них зависели и постоянно поставлять запчасти, что-то менять в этой платформе. Ну, то есть привязывать любого производителя к своей, скажем так, кормушке, к своему производству. При этом, я еще могу сказать, что по большому счету то, что вот сейчас автомобили там на платформах китайцев делаются, это ничего страшного. Это по большому счету нормально, потому что я вас, может быть, кого-то разочарую, но новая Mazda 6 это Чинган. Ей переделали дизайн, но начинка вся Чингановская. Двигатель, трансмиссия. Renault Kaleos Grand, который недавно у меня в видео, тоже ссылочку оставлю. Renault Kaleos Grand, который не так давно презентовали в Корее, будут собирать на корейском заводе. Это не что иное, как Geely Majora. Но представляете себе, Renault, не АвтоВАЗ какой-нибудь, это мощный мировой производитель автомобилей. Платформа Geely Majora. Да, она про сути там Geely Majora с минимальнейшими какими-то переделками. Посмотрите видео, там коротко и интересно про это все рассказано. Что же касается самого автомобиля, да, в общем-то, я про него уже все и рассказал, потому что планируют его собирать. Ну, опять же, планируют собирать на Москвиче, ну и в Китае теперь это официально заявили. Дальше этот автомобиль якобы будет проезжать 500 километров на одной зарядке, будет какое-то там бешеное количество модификаций, в том числе под такси. И знаете, что меня еще удивило? И там как-то так тоже витиевато написано, возможно, или ведутся разработки автономного вождения, то есть автопилота. Ребята, Тесла уже, ну тоже не соврать, лет 7, наверное, бьется с этим автопилотом. И, простите за каламбур, машины у них продолжают биться. Ну, что такое Тесла и что такое этот атом? Ну, не бывает так, что вот этот какой-то стартап, хоть там 2 миллиарда, хоть 5 миллиардов, чудес не бывает. То есть не может такого в природе быть, чтобы с ноля получилось что-то. Я предполагаю, что, возможно, автопилот и будет на Атоме, но вот когда это будет, нам никто не говорит. Ну и финализирую, цены от 2,5 до 4 миллионов. Это вот в разных публикациях, там до 4 миллионов. Машина небольшая по размеру, чистая электричка, которая будет стоить 4 миллиона. Я прошу прощения, но у меня есть большие сомнения. За 4 миллиона можно куда интереснее автомобили найти, я вас уверяю. Но, опять же, мы сейчас говорим о каком-то далеком, довольно будущем. Нет этого пока автомобиля, есть прототипы, которые показывали, дизайн. Опять же написано, утвержден последний вариант дизайна этого автомобиля. Точно последний, может быть предпоследний. Ну, в общем, вот все вот как-то вот не совсем понятно получается. В общем, вот такие дела. Так что пишите, какие темы вас бы действительно интересовали в автомобильной тематике. Я, если эта тема будет интересна не только лично вам, я буду с интересом на эти темы какие-то свои мысли говорить. Надеюсь, они будут и для вас интересны. Из свежих видео, которые уже опубликованы у меня на канале, это тест-драйв Чинган Юни Ви, но который теперь уже не Чинган, они же новый бренд сделали. И он теперь называется просто Юни. Какие машины ушли под Юни, тоже будет ссылочка в описании. У меня обзор этого есть модельного ряда. Дальше и есть видео про эксплуатацию вот этого конкретного автомобиля. Он проехал у меня, это Хендай Санта-Фе дизельный. Он проехал у меня 80 тысяч километров. И я уже вот, по-моему, третий отчет о владении снимаю. Следующий отчет будет о владении Лисян, Ли-7. Ну, вот как-то так. Вот такие дела. И welcome на мой канал. Буду благодарен за комментарии, за лайки, за дизлайки. Тоже ставьте. Но по делу я вас прошу, потому что, знаете, мне тут вот по поводу, кстати, вот этих российских типа, но в действительности китайских автомобилей, мне тут один чудак написал, а ты-то вообще что сделал-то? Ты вот тут там лепишь, что вот Волга, это Чинган, это не российское производство. Я, во-первых, не произвожу автомобили, во-вторых, я много чего сделал. И если вы такое пишете, то вы, ну, это на уровне, знаете, сам дурак, да? То есть вы конкретику пишите, в чем я не прав, как не прав и почему не прав, тогда вопросов нет. А вот писать, ты сам дурак, ну, наверное, не стоит. Я такие комментарии реально буду удалять, потому что у меня аудитория хорошая, понимаете? У меня содержательная аудитория, она долго, я с этим работаю, и вот такие вот вещи, особенно с оскорблением, к себе на канал не пущу. Ни в коем случае, вот у меня, о, вот тут упорно летает и жужжит, наверное, в микрофон попадает. Ну, да ладно, это уже издержки производства. Так что, welcome на мой канал, ну, и традиционно, удачи на дорогах. Будьте здоровы и счастливы. Ну, и следите за моими тест-драйвами. Счастливо!